Приветствую! Перед вами бутончик, видите, граната. И очень я жду распускания его, но заметила сегодня, что один бутончик отпал. Значит, у растения нет силы. Посмотрела грунт. Ну, недавно поливала, все там в порядке. Но сейчас уберу часть грунта и добавлю свежий, хороший. Так, сейчас я вытащу его оттуда из кашпо. Перед вами два растения, два граната. Это гранат комнатный. Он сбросил листья в оранжерейке. И вот это он уже дал по новой, все листья. А вот этот гранат из косточки выращен. Тут их несколько, мне один подарили. Вот, давай назад, вот сюда. Да, кстати, заметили белокрылка? Опять надо опрыскивать. Опять. Это растение очень подвержено действию белокрылки. Как только видите белую мушку, сразу же бейте тревогу. Используйте сампэй. Проверено, помогает, но надо несколько раз обработать. Видите, листочки ничем не отличаются. Вот, правда, эти чуть мельче, чем у этого граната. Растет у меня еще гранат на улице. Не плодоносил. Посмотрим, как он переживет вторую зиму. Пока не видно распускания почек. Сегодня 16 марта. Но фильм о том, что надо помочь растению. Сейчас я уберу часть грунта и добавлю хороший, питательный. Аккуратненько. До корней можно дойти. Видите, использую деревянную палочку. Надо дать растению силу. Проливала недавно. Вот они, там уже видны корешки. Дальше не буду трогать. Также надо немножко взрыхлить. Видите, обрабатываю только по краю горшка. В центр не лезу. Это палочка поддерживающая. И смотрите, что я сейчас сделаю. Я воспользуюсь кристаллоном. Я этот кристаллон часто показываю. Здесь много калия. Видите, 38. Видно, да? 38. Азот, фосфор, калий. Видите? Н, П, К. Так вот, калий очень хорош для придания силы растению, чтобы цвели цветы. Я просто возьму вот так вот и посыплю. Почему посыпаю? Будет долгоиграющее удобрение. Постепенно. Видите, насыпала немного, чуть-чуть. Вот так. Там есть влага. И когда буду дальше поливать, удобрение просто пройдет внутрь. Добавляю кристаллон и вот в это растение, в грунт. И сюда тоже добавлю немножко универсальной почвы. Универсальный грунт вот так выглядит. Я в нем уверена, потому что уже не первый мешок использую. Так я дам растению немножко силы. Надо помочь. Всегда, когда вы чувствуете, что растение плохо, идите ему на помощь. Помогите ему. Поливать не буду. Видите, что грунт влажный. Просто добавила хороший грунт. И, конечно, необходимо обработать от белокрылки. И вот показываю еще раз. Вот это сампей. Очень им довольна. Я просто открываю и шприцом достаю нужное количество. По тому, как здесь написано. Здесь написано 40 миллилитров на 20 литров воды. То есть, делаю пропорцию. Хвалят шарпей. Но шарпей, по-моему, не очень мне подходит. Потому что у меня небольшое количество. Сейчас я проверю, как выглядит. Если бы можно брать шприцом из него, то было бы здорово. Это ампула. Видите, мне ее надо использовать сразу же. Поэтому не буду пока ее трогать. С ампеем удобней. Ну вот здесь, видите, как выглядит. От комплекса вредителей. Но сказали, что от белокрылки помогает замечательно. И вот такая вот липкая лента. Повешите ее от мошек, от белокрылки. Гадость эта белокрылка. Сейчас мне придется сделать раствор. Одеть целлофановые пакеты. Потому как уже делала обработку. Но прошло довольно много времени. И, конечно, растения опять подверглись нападению. Она нет-нет да появляется. Но необходимо опять сделать 3 обработки. И также проливать и грунт. Но сегодня грунт проливать не буду. Там слишком влажно. Ну, сейчас делаю раствор и обрабатываю. Я набрала сампей. Выглядит он вот так. Видите, желтоватая. И здесь у меня где-то 0,6 мл. Поэтому это практически на 1 литр воды. Сейчас разбавлю и покажу, как будет выглядеть раствор. Раствор выглядит вот так. Видите, почти прозрачный. Но специфический такой запах нехороший. Поэтому я сейчас обработаю вот эти мои растения. И, конечно, для профилактики пройдусь по некоторым. В частности, сейчас покажу. Вот это бругмансия. Недавно я ее обрабатывала хелатом железа. Не нравилось, как она себя чувствует. Видите, здесь видно, что болеет. Но я сейчас просто удалю этот больной листок. Один и второй. Он тянет силы у растения. Так вот, бругмансия тоже очень подвержена нападению белокрылки. Бедная бругмансия. Я ее столько лечу. Уже столько принимала она у меня медикаментов. Всевозможных. Что ж так любят паразиты эту красавицу? Мне ее подарили в прошлом году. Ну, лелею я ее. Ну, вот я ее тоже обработаю. И лучше, конечно, на два часа в это помещение не заходить. А потом просто проветрить. Но желательно одеть целлофановые пакеты на эти растения. Пробрызгаю я эти растения на улице. Почему? Ну, не хочу, чтобы здесь был этот запах. И сразу же одену и целлофановые пакеты. Оставлять на улице не буду. Там все-таки еще очень холодно и растения простынут. Но вот смотрите, как обрабатываю. Ну, и вот не хочу его на улице держать. А то простынет. И будет у меня болеть. Сейчас и это растение получит у меня целлофановый пакет. Вот так вот одела и этому растению целлофановый пакет. И сейчас обработаю и брукмансию. В таком виде оставляю на два часа. И потом убираю. Три раза так надо обработать. Прошло довольно много времени. Сегодня 28 марта. Две обработки было. И смотрю, брукмансия подросла. Не вижу я на ней следов болезни на новых листах. Вот это еще старые окантовочки. Вот здесь тоже старая окантовочка. Но, видимо, придется мне еще раз ее хелатом железа обработать. Вообще, конечно, лучше иметь такие растения, с которыми не надо так мучиться. Но я очень хотела иметь брукмансию. И мне моя знакомая подарила. Но вот теперь буду надеяться. Может, все. Закончила белокрылка нашествие. И вот рядом стоит выращенный из косточки гранат. Следов белокрылки нет. Все в порядке. Подрастает. Вот так вот выглядят молодые листочки. На улице гранат, конечно, еще не проснулся. Поэтому пока не знаю. Но выносить этот гранат на улицу вряд ли придется. Потому как у нас зимы все-таки суровые. И сейчас покажу еще тот гранат, который собирался цвести. Выглядит хорошо. Белокрылки не вижу, не взлетает. Но бутоны по-прежнему не раскрылись. Все поглядываю, поглядываю. Вот один бутон. И вот тут еще два бутона. Три. Ну, пожалуйста. Расцвети уже посмотреть, как смотрятся твои цветы. Но знаю, что очень необычные и красивые. Вот так вот при борьбе с белокрылкой нельзя опускать руки. Надо спасать растение. Помогать ему. И, конечно, проводить не одну обработку. Почему? Потому что белокрылка откладывает свои личинки именно вот здесь. Вот в грунте. И уже оттуда вылетает новая особь, которая опять потом возвращается сюда, чтобы выложить яйца. Понравилась информация? Пользуйтесь. Применяйте. Сам Пэй действительно работает при белокрылке. Всего доброго. Видеоблогер Екатерина Снедко. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!